ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Матчу Лиги Чемпионов Уэфа. Милан против Интера. Это не серия А, это Лига Чемпионов. И у нас сегодня Дерби на Сан-Сиро. Сейчас по традиции прозвучит гимн Лиги Чемпионов, после чего перейдем к стартовым составам команд. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ И так прозвучал гимн Лиги Чемпионов. Сегодня Сан-Сиро украшен красно-черные цвета, потому что Милан в роли хозяев поля, Интер гость. Но через две недели будет все наоборот. Эти команды 20 лет назад встречались в Лиге Чемпионов, в полуфинале, и тогда Милан прошел финал и выиграл Лигу Чемпионов. Там тоже был итальянский финал. Ювентус играл против Милана, и Милан выиграл в серии пенальти. Стартовый состав на экране, состав Милана. Такой именно состав предоставила нам FIFA 23. Ну так вот, 20 лет назад эти команды уже встречались в полуфинале, и Милан вышел благодаря тому, что забил гол на выезде. Сейчас эти правила уже не актуальны. Но более того, я скажу, тогда было техническое поражение, назначено Интеру 3-0 за то, что был дебош на стадионе Сан-Сиро. Итак, матч сейчас вот-вот начнется. И вот начинается матч. Интер начинает игру с центра поля. Как я уже сказал ранее, 20 лет назад эти команды встречались. Техническое поражение было присвоено Интеру за фаер-шоу, устроенное здесь на стадионе Сан-Сиро. Ну и без этого технического поражения Милан вышел благодаря голу на выезде. Первый угловой в матче зарабатывает Интер. У мяча Чархану Глу, который выступал за Милан. Разыграли футболисты Интера. И вот еще один угловой. Два угловых за три минуты заработал Интер. Вчера у нас была симуляция, посвященная матчу Реала и Мачестер-Сити. Как вы уже знаете, команды разошлись с миром, а у нас был победителем Реал. Но обе команды забили. Реал не проиграл. Поэтому более-менее все сошлось. У нас уже третий угловой за четыре минуты заработал Интер. Будет короткий розыгрыш. Целая серия угловых на первых минутах. Заброс мяча в штрафную. Отбились футболисты Милана. Небольшой дождь на стадионе здесь в Сан-Сиро. Милан отбирает мяч. Жеру. Отдает пас в центр. Тонали. Отличная передача. И опасный момент. Здесь было положение вне игры, по мнению арбитра. Сейчас мы посмотрим на повторе. Да. Нога заступила. За линию офсайда. И Интер разыграет свободный удар. Восемь минут позадим. Пока что в неспешном темпе. Словно мы смотрим серию А. Команды еще не обменялись даже ударами. Но уже было три угловых. У Интера на первых минутах игры. С мячом Чарханглун. Киаэр. Отбирает мяч и уже Милан начинает свою атаку. Но безуспешная передача. В итоге уже с мячом снова Интер. Но ненадолго был с мячом. Там жесткий стык был Лаутару Мартинеса с игроком Милана. Заброс мяча налево. Здесь Лиао. Неизвестно будет ли он играть в реальности. В этом матче говорят о том, что у него повреждения до сих пор. Он не залечил травму. И будет под вопросом выступление его сегодня вечером. Встреча состоится в 22.00 по московскому времени. Но у нас он играет. И вот первым угловой в матче зарабатывает Милан. Будет короткий розыгрыш. Тонали у мяча. Потрясающий баннер за воротами. Галкипера Интера. Разыграли. Пас штрафнуем. Опасный момент. Удар и 1-0. Вот такое начало матча. Забивает футболиста Милана. Это был Крунич. Отличная передача в штрафную. Классный пас пяткой. И счет открыт 1-0. Не смогли заблокировать этот удар футболисты Интера. И чемпион Италии, уже бывший чемпион Италии, открывает счет в сегодняшнем матче. Как уже известно, Наполи стал чемпионом накануне. И вот так вот Интер начинает второй раз с центра поля. Первый раз он начал со стартового свистка. Второй раз после пропущенного мяча. Грубый подкат. И это желтая карточка. Автору забитого мяча Грады Крунич. Получает первую желтую карточку в матче. Жесткий стык с 20-м номером Интера. Черкан углу. Центра поля. Подача вперед. Лукаку выигрывает единоборство. С мячом бельгиец. Смещается на правый фланг. Прострел. Но отбились футболисты Милана. Им можно начать свою атаку. Бенасера дает пас на Жру. Неудачная здесь передача. И снова футболисты Интера с мячом. Лаутару Мартинес. Потерял мяч. Снова Бенасер. Пытается начать атаку. Крунич. Передача вперед. Жру. Выход 1 на 1. Бьет поворотом. Но зачем он бьет поворотом? Ведь можно было бы пройти еще дальше. Совсем один. Выбегал 1 на 1. Девятый номер. Милана. И игрок сборной Франции. Могли удваивать преимущество футболиста Милана. А так как очередной угловой зарабатывает Милан. Уже второй в этом матче. Крунич. Делает прострел. Словно под копирку вот этот момент. Как и был забитый мяч. Но теперь уже на ударной позиции оказался Жру. Опасный момент. На этот раз Интер заблокировал этот удар. И будет уже третий угловой в матче у Милана. Сравнялись они и с Интером. 3-3 по угловым. Снова розыгрыш Лиава. Но на этот раз до удара дело не дошло. Интер смог выйти из обороны в атаку. Лукаку пас налево. Здесь Демарко разгоняет атаку по левому флангу. Лукаку. Чаркан углу. Удар по воротам на месте Маньян. Выбивает мяч вперед. Галкипер Милана. Тонали. Ляо. Тонали с мячом. Подкат. Но мяч остается у Милана. Прострел. Забирает мяч Анана. Неприятный момент был в ворот Интер. Ой, какой неудачный пас в Эстонии. И Бенасер отбирает мяч. Но тут же подстраховал полузащитник сборной Турции Интера. Чаркан углу. Его уже Интер начинает свою атаку. Лаутаро Мартинес. Тео. Великолепная игра в защите. Калабрия. Капитан Милана. Начинает атаку своей команды. И вот очередной момент. Брахим. Брахим. Удар по воротам. Анана тащит. И уже Милан вырывается вперед по угловым. 4-3. Спасает голкипер Интера в ворота. От двукратного преимущества в этом матче Милану. Угловой. На этот раз подача. Анана справляется с этим ударом. Выбивает мяч вперед. Голкипер Интера. Милан не спешит начать атаку. С мячом Бенасер. Тонали. Крунич. Жеру. Как прорывается. Момент. Удар по воротам. Вот это шанс. И снова опасный момент у француза. Какой момент сейчас был. Как же здорово сейчас голкипер Интера сыграл. И очередной угловой. Будет подавать Милан. Либо разыгрывать. Но будет, похоже, короткий розыгрыш. 5-3 по угловым. Впереди Милан. С мячом Лиао. Ибрагим. Лиао. И потерял мяч. Пхитарян. Здорово. Сначала отобрал мяч. Затем прошел игрока Милана. И уже можно начать атаку Интера. Лаутаро Мартинес. Переачь направо. Дюмфрейс. Прорывается по флангу. Делает прострел. Ну, как же здорово играет Тамори. Однако вторая волна атаки у Интера. Чархан углу бьет поворотом на месте Маньян. Две минуты добавил арбитр к основному времени первого тайма. И, похоже, первый тайм закончит Милан в атаке. С мячом Лиао. Опасный момент. И 2-0. Вот так вот заканчивает первый тайм Милан, удваивая своего преимущества матча. Великолепный пас. Защитника Интера проморгали этот момент. Да, на фланги у Интера кошмарно сегодня действует. Дюмфрейс часто проваливается и выпускает Лиао. И Лиао воспользовался моментом спал на 2-0. Вот так вот гол в раздевалку пропускает Интер. И у нас небольшой перерыв. А у Интера будет потом 45 минут, чтобы исправить ситуацию. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Итак, начинается второй тайм полуфинального матча Лиги чемпионов UEFA. Милан против Интера. Стадион Сан-Сиро. Первый матч и у нас 2-0. Голы Крунича и Лиао обеспечили комфортное преимущество в первом тайме Милана. Чем ответит Интер? Интер начинает с атаки второй тайм с мячом Лаутаро Мартинес. Удар по воротам, но этот удар блокирует Тамори. Здорово сыграл Милан в первом тайме в защите. Не позволил Интеру ни одного опасного момента. Кроме угловых, Интер ничего не сделал в первом тайме. Но вот Интер во втором тайме атакует и первый опасный удар и вообще первый удар в створ ворот у Интера. В этом матче Лаутаро Мартинес, капитан команды, игрок сборной Аргентины, чемпион мира, нанес первый удар в створ ворот Маньяна в этом матче. Четвертый угловой в матче зарабатывает Интер. Будет, похоже, короткий розыгрыш этого углового с мячом Хитарян. Делает подачу. Милан отбивается. Более того, может начать свою атаку. Но здесь Бастони подключился к атаке. Вторая фаза атаки. Входит в штрафную Бастони, делает прострел. И ничем эта атака не закончилась. И нужно возвращаться в защиту Интеру, потому что Милан делает очень перспективную контратаку с мячом Крунич. Делает передачу. Танали бьет поворотом. Она нас спасает. И переводит мяч на угловой. Не успели защитника. Защитники Интера вернуться в защиту. И вот очень неплохой момент у Милана был на контратаке. У Интера замена. Федерико Демарко покидает поле. Выходит Эдин Джеко. Неужели в Абанг пошел? Инзаги. Тренер Интера. Угловой подача выбивает мяч футболиста Интера. Но мяч остается у Милана. Танали. Врагим. Ляо бьет поворотом. Как все мячки щелкал сейчас защитник. Голкипер Интера. Этот удар. Интер с мячом. Лалтара. Лукако. Эдин Джеко. Первое касание мяча в матче. Вышедшего на замену боснинца. Делает прострел. Ну, Кьяр великолепный здесь. Отобрал мяч. И уже Милан начинает свою атаку. Выход Джеко. Это. Значит, то, что Интер будет раскрываться. Раз ушел защитник. Но не стоит забывать то, что будет еще и второй матч. Между этими командами. А вот Ляо опасный момент. 3-0. Вот это да. 3-0. Милан делает счет. Кому-то позванивает Ляо. Какой же пас филигранный. Пяткой. Просто конфеткой. Здесь на добивании защитника Интера. Просто как манекены. Играют. Даже играют громко сказано. Потому что полная катастрофа. Разрезные передачи просто убивают. Интера сегодня. А Ляо. И команда делает выстрел. 3-0. Интера раскрылся. Вышел Джеко. И еще вот такие вот подарочные передачи. Жеру с мячом. Ляо. Бенасер. Снова Жеру. Но здесь уже ошибаются. Футболисты Милана. И уже Интер начинает свою атаку. Лукаку. Ищет партнеров. Находит в лице Джеко. Джеко. Нужно было хотя бы отдать передачу на Дюмфринса. Защитник не зря же подключается к атаке. Но в итоге нашел другой вариант. Интер потерял мяч. И теперь уже снова нужно возвращаться в защиту. Дюмфринсу. Который оставил свой фланг. И уже пас. Вот. Вот. Про это я и говорил. Дюмфринс подключается к атаке. Провал в обороне. И Ляо может сейчас сделать счет 3-0. Но нет. Он делает прострел. Ну там защитники Интера хотя бы. Смогли хоть что-то сделать в защите. И очень опасный прострел прервали. Борелла. Лукаку. Конечно сомневаюсь, что в реальности будет такой счет. 3-0 это слишком. Если конечно что-то не случится. Как это было в событии 20-летней давности. Где было техническое поражение Интеру 3-0. За то, что болельщики Интера устроили фейерверк на Сан-Сиро. Но я думаю, такое не будет. Милан может выиграть. Но 3-0 это слишком. Интер подает угловой. Удар 3-1. Интер в игре. И делать счет 3-1. Ну вот, по-моему, пятый или шестой угловой стал счастливым для Интера. 3-1 это неплохой счет. С этим можно играть. Два гола здесь. Через две недели нужно забивать Интеру. Для того, чтобы перевести матч в дополнительное время. Вышел далеко из ворота Маньян. Несогласованность с Таморием привела к тому, что Милан пропускает впервые в этом матче. А защитник Бастони открывает счет голам Интера. 3-1. 77-я минута игры. Александро Бастони стал автором голов Интера в этом матче. Возможно, не последних. Но и Милан с мячом. Чархан Углу. Лаутара. Мартинос снова с мячом. Пас налево. Ну как, Круниш великолепно здесь и сыграл, и отобрал, и идет, продвигает атаку. Но Черби подстраховал в защите. Но вторая фаза атаки у Милана. Калабрия. Удар поворотом. Бесхитростный удар. Панана забирает мяч. 84-я минута игры. С мячом Милан. Тонали. Прострел опасно. Хороший момент у Милана. И снова перевес к 3 мячам мог быть. Сейчас. Но. Здорово сыграл галкипер Интера. Калабрия. Две минуты до конца основного времени матча. Арбитр добавляет две минуты. Как и в первом тайме. Там на последних минутах забил Милан. Гол в раздевалку. Ну вот. С мячом футболисты Интера. Чархан углу. Передача. Заигрался. Возможно, лучше бы штрафной сейчас. Был бы для Интера. Но судья позволил доиграть этот момент. И все на этом. 3-1. Такой счет в нашей сегодняшней симуляции. Хозяева Сансира сегодня одерживают победу. Через две недели хозяевами здесь будет Интер. И им надо будет забивать 2 гала для того, чтобы перевести матч в дополнительное время. Ну, по крайней мере, в нашей симуляции одержит победу Милан. А что будет на самом деле, мы узнаем сегодня вечером. 22.00 по московскому времени. Супер-классика итальянского футбола. Милан против Интера. Лига чемпионов в первый матч. Ну, а мы прощаемся с вами. До новых встреч. До новых симуляций. До новых трансляций. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok